Вопросы экологии очень сложные и важные в нашем производственном регионе. Особенно эта проблема беспокоит общественных активистов. В этой связи состоялось заседание Общественного совета экологии при Атравовском областном филиале партии НРУТАН. На совещании были затронуты актуальные вопросы на тему экологии региона. Подробнее далее в сюжете. Заседание открыл председатель Общественного совета Алибек Симгалеев. Одним из актуальных вопросов повестки дня были работы филиала компании НСОС в северной части Каспийского моря. Руководитель департамента экологии по Атравовской области Алибек Бекмухаметов отметил, что каждый актуальный вопрос не остается без внимания. Предложен проект по разработке морских судоходных каналов. В настоящее время в социальных сетях задается много вопросов по этому поводу. Если сказать вкратце, то в сентябре 2020 года Акимата Матараусской области были проведены общественные слушания по вопросу об устройстве месторождения Кашаган компании НСОС в соответствии с требованиями законодательства об экологии и о влиянии месторождения тенгиз на окружающую среду. Более 120 человек приняли участие в режиме онлайн. Состоялись общественные слушания по данному проекту. Учтены все мнения, высказанные на экспертном совете. В департаменте рассмотрели и юридическую сторону этого вопроса, отметил руководитель департамента. Далее слово взяли общественные слушатели, которые внимательно следили за выступлением спикера. Вы сказали, что будут излечены 18,5 миллионов кубометров из морского дна. Вчера слышали же, что сократят объем до 11 миллионов кубометров. То есть это проектное изменение. В какой момент они успели это сделать? После наших публичных слушаний или после экспертного заседания? Или же после того, как вы предоставили заключение экспертизы? Мы не знаем об этом. Если вносятся какие-либо изменения, то пусть предоставят данные нам, обществу. Конкретно не решен и вопрос конфискации для рыбаков. Глава департамента дал ответы на эти вопросы. По проекту четко решено 18 миллионов. Другой цифры нет. Кроме того, вопрос конфискации для рыбаков предусмотрен специальным контрактом. Радует, что общественных активистов беспокоят проблемы экологии. Похоже, они подробно осведомлены обо всех обстоятельствах данной сфере. Мы сегодня не знаем, что делать с сероводородом. У нас в городе ежедневно отмечается наличие сероводорода. Причем его происхождение, эти две хитрые компании, перепихивают друг на друга. А на ПЗ перепихивает на свою тухлую балку и на НСОСИ. А НСОСИ говорит, что у них там стоит станция 104-я, как раз в направлении Вестойла. И там фиксируются запредельные выбросы сероводорода. И они говорят, что да, мы поставили эту станцию, и она фиксирует сероводород, но он с тухлой балки. А там проходит линия прокачки нефти по маршруту моря Суша через их НПС, насосно-прокачивающие станции. И что они там сбрасывают на этих прокачивающих станции через этот трубопровод, одному Богу известно. На заседании активно обсуждалась не только эта тема. Депутат Макатского районного маслехата рассказал о проблеме жителей поселка Досор. В поселке Досор, как известно, раньше была организация НГДУ, которая добывала 5 миллионов 1329 тысяч тонн нефти. Вместе с нефтью извлекалась и пластовая вода в количестве 100 миллион тонн. До 1950 года, когда не было технологии обратной закачки воды, ее выливали на открытую местность с неровной поверхностью. Это было давно доказано. Из-за этого вокруг поселка Досор образовались искусственные соры, солончаки. Народ недоволен, потому что люди считают, что они вредны для здоровья. Я не эколог, но хочу поднять этот вопрос как депутат. Ответственные лица отметили, что данный вопрос находится под контролем. Вокруг поселков Досор и Макат много искусственных солончаков. Закапывать их – это сложная работа. Вопрос внимательно изучается. Работы ведутся. На совещании также были озвучены работы по реконструкции полей испарения «Тухлая балка» и «Квадрат». Также со стороны ТОА на ПЗ были обсуждены проекты, направленные на улучшение экологии региона. По проекту «Тазалах» предусмотрена реконструкция установок механической и биологической очистки. Полей испарения «Тухлая балка» площадью 860 гектар. По данному вопросу утвержден план работы. Надо отмечить, что членами совета являются люди, неравнодушные к проблемам экологии нашего региона, которые стараются найти пути решения, очень внимательно относятся к каждому вопросу в данной сфере. Теперь каждый проект, который реализуется с целью улучшения экологической ситуации в регионе, будет в центре внимания общественности.